Здравствуйте. Возможно ли отделить правду от лжи? Социальная сеть Facebook решила провести такой эксперимент. Теперь ложные новости, так называемые фейк-ньюс, будут помечать. Проблема фейковых новостей озаботила Марка Цукерберга, главу корпорации Facebook, ярого сторонника кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, после того, как ряд экспертов пришли к выводу, что фальшивые новости в соцсетях сыграли большую роль в победе Трампа. И хотя сам Цукерберг утверждает, что они составляют не более процента в объеме новостей, они страшно заразны, обладая вирусным эффектом. Люди так устроены, что их просто тянет кликнуть в какую-нибудь заведомую чушь, вроде бородатой девочки или новейшего средства от всех болезней. К примеру, псевдоновость о том, что якобы агент ФБР, причастный к утечкам с почтового сервера демократов, найден мертвым и предположительно убит, со ссылкой на несуществующую газету Denver Guardian, собрала в тысячу раз больше лайков, чем сообщения солидных американских изданий на схожую тему. Фейсбук собирается отработать алгоритм определения, ложно та или ина новость или нет, и настроить роботов, которые будут отделять ложь от правды. Скажем, определенное количество людей, прочтя новость, не делятся ею со своими друзьями, или прямо отмечают ее как подозрительное. И вот такая новость будет понижена в приоритете показов. Или модераторы сети отправят ее на проверку в стороннюю организацию. Кто же будут эти судьи, отделяющие зерна правды от плевел дезинформации? Фейсбук собирается плотно работать в плане верификации фактов с такими американскими медиакорпорациями, как ABC News, Associated Press и ряд других. И это уже вызвало скептические замечания с правой стороны политического спектра. Мол, можно ли доверять этим контролерам, представляющим либеральный мейнстрим американских мать-медиа, после того, что они вытворяли в ходе избирательной кампании, отбросив всякие приличия беспристрастности в поддержке Клинтон против Трампа? Доходило и до откровенных передергиваний фактов. В перспективе должна будет заработать некая международная комиссия, которая и будет определять фейковые новости. Состав этой комиссии пока выглядит странноватым. В ней представлены 43 организации. Больше всего американских – 7. Остальные страны представлены случайным образом. Есть, скажем, организации от Украины, Косово, Латвии и Македонии. А от России нет ни одной, которая могла бы сказать свое слово при определении подлинности новостей, касающихся нашей страны. Фейсбук вроде не берет на себя роль окончательного цензора, определяющего, что людям читать, а что нет. Уже на этом спасибо. Однако он окончательно перестает претендовать на то, чтобы выступать беспристрастной платформой, где все, кроме преступников и террористов, имеют равные права на самовыражение. Сеть будет ранжировать новости на заслуживающее доверие и не заслуживающее такового. Но почему она будет решать, что важно? И по каким критериям? А еще примечательнее то, что недостоверные новости и источники их распространения будут ограничены в распространении рекламы и, соответственно, зарабатывании денег. И вот это, пожалуй, будет самый мощный удар долларом. Допустим, в случае с бородатой девочкой еще можно как-то смириться с тем, что генераторы таких глупостей не будут зарабатывать на других человеческих глупостях. Но что будет, когда речь пойдет о политике? Фейсбук уже ведь был уличен в том, что целенаправленно фильтровал и понижал в приоритете показа новости, связанные с консерваторами-республиканцами и, напротив, поддерживал новости, благоприятно показывающие демократов-либералов. Он же, по некоторым наблюдениям, отнюдь не беспристрастен к блокировке пользователей в связи с их отношением к украинским событиям, подыгрывая как раз украинской стороне. А не подпадут ли под фейк-ньюс заведомо все сообщения, исходящие, скажем, от Russia Today, против которой сейчас развернута мощная кампания на Западе? Будут ли иметь равную, сертифицированную фейсбук-достоверность сообщения из сирийского Алеппо и иракского Масула? В первом случае у якобы зверствов правительственных войск вдруг начинает вещать в блоге малолетняя девочка на хорошем английском, причем у нее нет перебоев ни с электричеством, ни с интернетом. А во втором случае вы и сейчас ни о каких, ни то что зверствах, но и вообще о потерях среди мирного населения в условиях полномасштабной военной операции по взятию города не прочтете. Или, например, роботы поставят под сомнение новость, которой пользователи делятся неохотно. А что, если люди просто боятся распространять ее, опасаясь репрессий со стороны властей своей страны? Если кто-то думает, что фейковые новости придуманы в наше циничное время, то это не так. Вот история времен американской революции. Уже в конце 60-х годов 18 века будущие отцы-основатели думали на тему информационной войны против британской короны. В Массачусетсе этим, например, занимался Джон Адамс, наряду с другими бостонскими патриотами, фабриковавшие новости, направленные на подрыв авторитета короны. Но своего рода шедевром стала заметка, придуманная американским послом во Франции Бенджамином Франклином. Уже после провозглашения независимости в 1782 году он написал тогда целый фейковый выпуск реально существовавшей в Бостоне газеты Independent Chronicle. Там была душераздирающая статья о том, что в районе Нью-Йорка найдены мешки с более чем семьюстами скальпами, которые якобы содрали с колонистов индейцы-союзники короля Георга. И там были не только скальпы солдат, но и детей, мальчиков и девочек, и даже младенцев. Заметка имела огромный резонанс, ее перепечатали почти во всех 13 тогдашних штатах. Но там не было ни слова правды. Франклин гордился этой историей, как показавшей великую силу манипуляции при помощи прессы. С тех пор все эти скальпированные мальчики и девочки гуляют по информационному пространству, как живые. И не Цукербергу, уже обвиненному раньше в субъективной фильтрации контента, с ними бороться в роли всемирного главного редактора. До свидания.